В Бендерской крепости впервые пройдет пасхальный фестиваль. Он откроется 29 апреля, во второй день Пасхи в 15.00. Школьники изготовили около сотни пасхальных яиц и элементов праздничного декора для украшения Александра Невского парка. Метровая крашенка почти готова. Осталось добавить яркие детали – цветы и зелень. Над изготовлением пасхальных яиц трудятся и школьники, и кружковцы. Их лепят из глины, рисуют, вышивают бисером и вырезают из картона. Вот где простор для умения и фантазии. Мы хотели, чтобы наше яйцо было весеннее. И поэтому мы вложили в него и цветы, и оформление, чтобы было яркое, красивое. Даже сизаль поставили, чтобы зелени было больше. Гнездо сделали из веток живых, настоящих. И внутри в гнездо мы положим яйца, выполненные нашими детьми в технике декупаж. Лучшие из этих творений выберут во время фестиваля «Пасхальный перезвон». 29 апреля с 15.00. Александра Невский парк станет эпицентром массовых гуляний. Со светлым праздником гостей поздравит архиепископ Сава. На главной сцене выступит Приднестровский государственный хор и симфонический оркестр. В унисон будет раздаваться пасхальный звон. Будет у нас очень любопытный, интересный мастер-класс по звонарному искусству. И каждый желающий может попробовать самостоятельно себя в роли этого звонаря. То есть будут представители епархии объяснять, показывать, как это делается и какие мелодии, какие праздники можно воспроизвести на колоколах. Также планируется и концертная программа, которая будет носить, опять же, больше такой духовной направленности. В парке будет выносная торговля, мастер-классы и выставки. Гости смогут не только приобрести пасхальные сувениры и угощения, но и принять участие в благотворительном проекте «Белый цветок». В центре Александра Невского парка установят большое дерево добра. Каждый желающий сможет сделать пожертвование в помощь больным детям, взамен получить яркую ленточку, завязать ее на дереве и загадать желание. Это религиозный праздник, и мы должны, скажем, непосредственно к истокам обращаться. Соответственно, благотворительность – это одна из таких значимых идей. По данной локации, по благотворительной акции «Белый цветок», мы устанавливаем катку с деревом. Рядом будет организована урна для сбора денег, пожертвований для деток из роддома, которым требуется необходимое лечение, необходимая помощь. Организаторы обращают внимание. Въезд транспорта в Цитадель 29 апреля запрещен. Места для парковки будут находиться при въезде в крепость со стороны Бендерского авторемонтного завода и в районе мототрассы. К празднованию Светлой Седмицы в Бендерах приурочат и Великий пасхальный крестный ход. Он состоится в понедельник, 29 апреля, в 10 часов от Преображенского собора. Начало крестного хода планируется с 10.00 от Преображенского собора, 19,5 километров расстояние, которое пройдут. То есть здесь охватывается весь город и возвращаются также в Преображенский собор. Православные верующие пройдут вокруг города по улицам Суворова, Панино, Ермакова, Кишиневска, Бендерского восстания, Ечино, Коммунистический космонавтов, 40 лет МССР, Котовского и Лазо. Маршрут следования превысит 19 километров. У каждого храма или церковного прихода планируется остановка и краткий молебен. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.